Здравствуйте! В эфире нашей телекомпании программы «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Михаил Зинченко, начальник отделения дознания по обслуживанию Московского района УМВД России по городу Рязани. Здравствуйте, Михаил. Поговорим мы сегодня о повторных нарушениях, связанных с управлением транспортным средством в нетрезвом виде. Вот на сегодняшний день какова статистика и что вы можете мне рассказать по этой теме? С 31 декабря 2014 года внесены были поправки федеральным законом в уголовный кодекс. И с 1 июля 2015 года вступила такая статья, как 264.1. Это нарушение правил дорожного движения лицом, будучи подвергнут административному наказанию. За управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Данная статья подразумевает то, что лицо, то есть гражданин, который ранее был подвергнут административному наказанию, и на него было составлено административное порушение за езду в нетрезвом виде или за отказ от прохождения медицинского освидетельствия на состоянии алкогольного опьянения, подпадает под уголовную ответственность. Как правило, данного гражданина задерживают сотрудники ДПС, которые сообщают об этом в дежурную часть района по территориальности, после чего выезжает следственная оперативная группа, которая собирает материал проверки. Далее материал проверки передается в отделение дознания, в том числе в мое подразделение Московского района, где принимается вопрос о решении о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас для зрителей хочу объяснить. В юрисдикцию Михаила входит Московский район, соответственно, мы говорим не о всем городе в целом, но достаточно большой район, там большое количество жителей, это же и у нас и Приокский, и Канищево, правильно, не только сам Московский. Так что об этом районе говорим. Нарушители, а нарушители-то местные, как правило, или приезжие люди? Правило, нарушители являются местные, то есть граждане города Рязани. Ну, в большинстве случаев, процентов 60, это нарушители являются жители Московского района в целом. Давайте сейчас с вами поговорим все-таки о статистике по сравнению с прошлыми годами и со вступлением нового закона в СИУ увеличилось ли или сократилось количество повторных выявлений? Повторные выявления до... у меня статистика так относится к сотрудникам дорожной постовой службы, так как я не обладаю такого познания и полномочиями. Но могу сказать, что с 1 июля 2015 года по февраль 2016 год было выявлено 37 преступлений, по которым были возбуждены уголовные дела. И до... с июля 2015 года по февраль 2016 год был направлен в суд уголовных дел в количестве 30 штук. Угу. Поговорим о санкциях, применяемых в отношении таких правонарушителей. Санкции по данной статье бывают разные. Ну, абсолютно, которые можно затронуть, это штраф в размере от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью, либо занимать определенную должность. Дальше идет обязательная работа на срок до 480 часов вместе с правом отстранения каких-либо занимающих должностей, либо лишением специального права. Также, может быть, уголовная ответственность подпадает и лишение свободы сроком до 2 лет, с тем же лишением права занимать определенную должность или занимать определенную деятельность до 3 лет. Ну, они идут, это устанавливает суд, то есть мировые судьи в порядке данной статьи, и они смотрят, какое более лучшее или более наименьшее назначено наказание. Исходя из данного человека, что он из себя представляет, какой вред совершил, и был ли ранее он судим или подвергнут административным наказанием, сколько раз, когда был подвергнут наказанию. И с этого складывается вынесение приговора. Все понятно. С автомобилем нарушителя что происходит дальше? Как правило, автомобиль нарушителя изымается в рамках дознания. Далее, при возбужденном деле он приобщается в качестве вещественного доказательства, произнается вещественное доказательство, и оставляется на временное хранение на стоянке транспортного средства. Это делается для того, чтобы граждане, как правило, которых задержали, не смогли воспользоваться данным транспортным средством в будущем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Потому что иногда бывают граждане, которые могут после этого немного употреблять еще в некоторое время алкогольную или спиртосодержащую продукцию, дабы предотвратить еще нарушения или какие-либо другие тяжкие последствия. У нас любят товарищи стресс заливать, все правильно. Если вернуться к санкциям, самое жесткое наказание это что-нибудь? Из нашей практики по Московскому району в 2015 году гражданин, управляя автомашиной ВАЗ-2114, в состоянии алкогольного опьянения, естественно, будущие ранее подвергнуты административным наказаниям за езду в нетрезвом виде, был остановлен сотрудник ДПС. После ряда выяснений обстоятельств они, естественно, поняли, то, что он был ранее привлечен к административной ответственности, естественно, данный материал был составлен, передан в отделение дознания, где было возбуждено уголовное дело. После проведения дознания данного уголовного дела было направлено в суд. Естественно, суд принял решение привлечь его к ответственности в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима с решением специального права, а именно водительского устранения, сроком на три года. Суд это сделал в связи с тем, что данный человек был ранее неоднократно привлечен к административной ответственности за езду в состояние алкогольного опьянения, а также был ранее судим за тяжкие преступления, в том числе за изнасилование. Возрастная категория нарушителей таких? Возрастная категория, в принципе, бывает разная, но в основном попадается, как правило, по уголовной ответственности лица, которые от 20 до 35 лет. Это в большинстве случаев. Ну, есть лица, которым больше 40 лет, но это минимальное количество. Может быть, вопрос, конечно, немного некорректно прозвучит, но все-таки категория граждан какая? Это люди с достатком или же кто на машинах попроще ездит? Может быть, кто-то вот себя некомфортно вообще по жизни чувствует? Категория лица бывает разная, но в основном, как правило, это лица граждан с меньшим достатком, которые ездят на машинах среднего класса, в большинстве случаев на отечественные производители. Ну, это, конечно, не показатель, но, тем не менее, она статистика, есть статистика, и хочется уточнить немного и знать это. Я думаю, это полезно. Далее, мужчины или женщины все-таки? В основном попадаются мужчины, но были и женщины, но их мало, соответственно, очень мало. Как гражданочки себя ведут в такие моменты? Гражданки ведут очень, как говорится... Неспокойно. Женщины, в принципе, даже могут что-то и сказать. Нехорошее. Нехорошее. Ну, в основном, это не в адрес сотрудников, а просто... По ситуации. По ситуации, да. По сложившейся, да. Как правило, женщины, они, я так понимаю, законопослушные, и в большинстве случаев, естественно, по нашему району, их меньше, очень мало. Порядка двух-трех человек мы привлекли к уголовной ответственности. Единицы. Из этого количества числа, которые направили дела с обвинительным актом в суд. Михаил, профилактическая работа проводится какая-то вами? В основном, профилактическая работа у нас направлена на недопущение управления данным транспортным средством, когда находится дело в производстве у дознавателя. Поэтому в целях обеспечения машина находится на стоянке в качестве вещественного доказательства. Ну, а другая профилактическая беседа относится к компетенции сотрудников ДПС, которые находятся и работают на... на улицах нашего города. По обращениям граждан работаете? Я, конечно, понимаю, что это тоже больше в компетенции автоинспекции, но, тем не менее, какая-то информация. Были случаи такие, которые в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в дежурную часть ГИБДД обращались граждане по телефонам, говорили, что на такой-то улице, около такого дома находится машина или двигается машина с явными признаками того, что за рулем данной машины находится водитель в нетрезвом состоянии. В связи с этим дежурные ГИБДД высылают наряд, машина задерживается, сотрудник ДПС, составляются необходимые документы, потом передается и сообщается в дежурную часть отдела полиции номер 4 по обслуживанию Московского района города Рязань. Спасибо большое, Михаил, что пришли к нам в гости. Были рады вас видеть у нас в студии. Сходите еще обязательно. Спасибо большое. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Мы с вами увидимся очень скоро. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин